МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоговая еженедельная программа «Взгляд с высоты». Сегодня ровно неделя после страшной трагедии в Кемерово. Поверить в случившееся до сих пор трудно. Невообразимо представить, что творилось в охваченной огнем едким черным дымом смертельной коробки в момент пожара. По последним данным, 64 человека погибли. Из них 41 ребенок. Свыше 70 пострадали. Страшное известие взбудоражило всю страну. Кемерово, держитесь, мы скорбим вместе с вами. Об этом сказали тысячи россиян, которые в своих городах вышли на памятные акции. Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил, в том числе, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 26 марта зажигали свечи, несли цветы и мягкие игрушки на место траурного митинга, прошедшего в Волгоградском горсаду. Погибли дети, погибли десятки людей, которые волей-неволей... Мне тяжело очень говорить, но понимаете, самое главное у нас, у людей, это солидарность. И когда мы поддерживаем друг друга, мы сильны в этом. Мы скорбим с всем городом. Тяжело говорить, просто столько детей погибло, столько людей погибло. Мы пришли почти в память. Вот тот ужас, который испытали родители. Я не представляю, когда тебе звонят по телефону и говорят, что мне нечем дышать, я не знаю, чем это могло помочь, как родители это переживут. Я только хочу им пожелать терпения, чтобы пережить эту боль и эту скорбь. А всем невинно убиенным Царство Небесное. 27 марта был объявлен национальный траур. В Волгограде, как и по всей стране, приспустили государственные флаги, отменили развлекательные мероприятия. Трагедия вызвала не только чувство боли, скорби, сопереживания, но и волну народного гнева. Каждый из нас задается одними и теми же вопросами. Как такое могло случиться и кто виноват? Ответы на эти вопросы даст следствие. Но уже очевидно, что в числе причин произошедшего обыкновенное разгильдяйство, наплевательское отношение к исполнению своих обязанностей, ответственных за пожарную безопасность лиц и откровенная коррупция. Сразу после трагедии по поручению президента России во всех регионах страны были объявлены проверки соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах. Реакция надзорных ведомств Волгоградской области не заставила себя долго ждать. Прокуратура Волгоградской области по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации с привлечением специалистов Государственного пожарного надзора уже организованы проверки соблюдения требований законодательства пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием населения. В ходе этих проверок в обязательном порядке будет дана правовая оценка соблюдения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, досуговых организациях, а также на объектах культуры и спорта. Еще до фактического начала инспекции журналисты «Высоты 102» решили самостоятельно наведаться в местные торговые комплексы и побеседовать с их руководством о том, как они заботятся и заботятся ли вообще о безопасности своих посетителей. Первыми на просьбу о съемке откликнулись в пирамиде. Этот пятиэтажный торговый комплекс находится в самом центре города, на улице Краснознаменской. Ежедневно его посещают тысячи горожан и гостей города. Эвакуационных выходов из здания 8. Двери в случае пожара должны открываться автоматически. Помимо пожарных кранов в каждом отделе есть огнетушители. За этим управляющие комплексы, как нам пояснили, строго следят. Если вдруг поступает сигнал на пульт диспетчера, то сразу срабатывает система дымоудаления, система вентиляции, отключаются лифты, опускаются вниз для безопасности, останавливаются экскалаторы. Это немаловажно, потому что экскалаторы не являются эвакуационными путями. У нас все здание обеспечено сплинкерной системой тушения, где выше температуры 57 градусов, включаются сплинкеры, и они орошением гасят источники. Также на каждом этаже у нас гидранты и огнетушители. На последнем этаже, там, где сосредоточены кафе и кинозалы, также без труда можно найти огнетушитель и запасной выход. Причем не один. Посетители кинозалов, как заверяют сотрудники торгового центра, никогда не окажутся в ловушке, без шанса на спасение, как это произошло в Зимней Вишне. Толкнул, толкнул одной рукой дверь, замки разберутся. Нет, ну тут же ключ, там же как раз школьников закрыли ключом, вот если ключом закрыть, вы не закрываете. Да вы что, ну как можно? Чтобы все системы работали исправно, а персонал знал свои обязанности, четко выполнял инструкции, регулярно проводятся обходы и дополнительный инструктаж. Система у нас заведена такая, каждый четверг, четкая проверка, сработка, а в данной ситуации, которая случилась с Кемеровым, был мной подписан приказ о дополнительных проведениях обучения. И вот мы, начиная с 7 утра, начинаем уже сначала с персоналом прорабатывать, а в 8 часов у нас иногда происходят такие сработки. Внимание, тревога, я поэтому жителей города прошу как бы не остерегаться, и когда вы мимо утром проходите на работу и думаете, что там в пирамиде что-то горит, нет, это как раз показатель того, что для того, чтобы запустить новых гостей в новый день, мы тщательно проверяем работоспособность всех систем. А это уже другой торговый комплекс на севере города. Бывший диамант на Тракторном, а ныне 7 звезд. Построили его еще в 2006 году. Ранее ТРК принадлежал группе компаний, находившейся под контролем Олега Михеева, экс-депутата Госдумы, фигуранта громкого уголовного дела о мошенничестве и объявленного в розыск. Вот такой бэкграунд у этого торгового центра. Все ли здесь в порядке с пожарной безопасностью? На эти вопросы искали ответы сотрудники прокуратуры и МЧС, которые пришли в 7 звезд с проверкой. Первое заявление уже шокирует. В этом ТРК отсутствует утвержденный проект пожарной сигнализации. Как так? Неужели никто из контролирующих органов не знал? Вопросы пока без ответа. Первая точка визита – кинотеатр. И надо же сходу выявляются выпиющие нарушения. Ни в одном из четырех залов не работает система оповещения о пожаре. В трех из них она в принципе не предусмотрена. В четвертом попросту не функционирует, что доказал эксперимент с искусственным дымом. Потому что система оповещения в данном зале, к сожалению, не предусмотрена. То есть что является нарушением. Оповещение мы слышим только в коридорах. То есть если будет идти фильм, будут закрыты двери и люди не услышат? То никто ничего не узнает, да, и все здесь останутся. Что произошло в Зимней Вишне, всем нам известно. Посетители кинотеатра слишком поздно узнали о возгорании и не успели выбраться наружу. Далее движемся в батутный центр. В Кемеровском торговом центре предполагаемый источник пожара был именно там. Серьезных нарушений проверяющие здесь не выявили. Пожарные краны на месте, их даже проверили, работают. Правда, срок их поверки истек полгода назад, что является нарушением. Обращает на себя внимание другое. Игровой центр расположен в отдаленном закутке четвертого этажа, которому ведет единственная узкая лестница. По мнению участников рейда, такие детские комнаты нужно все-таки располагать вблизи выхода из торгового центра на первом этаже. Если происходит, ну, не дай бог, конечно, происходит пожар, да, где-то в торговом центре. То есть у нас получается, что детская эта комната находится в самом конце торгового центра, да, в тупике, то есть и откуда, вернее, куда деваться детям вот именно с этой комнаты. Далее сотрудники МЧС и прокуратура заглянули в один из отделов по продаже одежды. И не зря. В помещении нет окон, а значит должно работать дымоудаление. Что-то подобное работники ТРК попытались продемонстрировать. Однако ни в одном документе эта система не значится. Сотрудники МЧС даже не стали ее проверять. Эвакуационный выход из помещения имеется, только вот замок оказался слишком массивным. Здесь, как предусмотрено нормативами, должна быть максимум щеколда. Перечень выявленных ревизорами нарушений пополнился в спортклубе «Зебра Фитнес». В солярии нет дымоудаления. В подсобке рядом с тренажерным залом с потолка гроздями свисают провода. На полу, как по заказу, лежит горючий материал, коврики и прочий спорт инвентарь. Итоговые результаты проверки ТРК прокуратура обещает озвучить в ближайшее время. Остальные торговые комплексы города также инспектируют на предмет соблюдения пожарной безопасности. Интересно вот что. Почему предыдущие проверки того же самого «Диаманта» не выявили увиденные сейчас нарушения? Неужели за 12 лет работы объекта с массовым пребыванием людей контролирующие органы этих огрехов не замечали? Невольно снова вспоминается «Зимняя вишня», которую построили, как теперь выяснилось, без разрешения. Подобные проверки до этого надзорными органами проводились. Полноту данных проверок мы также оценим в ходе проводимой надзорной проверки органам прокуратуры. Следующий пункт назначения съемочной группы «Высоты 102» – «Акварель» в Советском районе. Это крупнейший в городе торгово-развлекательный центр площадью свыше 120 тысяч квадратных метров. Его собственником является всемирно известная компания по управлению недвижимостью «Иммашан». Сегодня не модно хвалить Европу, учитывая внешнеполитическую обстановку, но справедливости ради хочется отметить, что многим, и не только волгоградским ТРК, у этого центра есть чему поучиться. Система безопасности пожарной в том числе здесь организована на высшем уровне. Одних пожарных выходов здесь полсотни, пять систем пожарной безопасности, собственная станция пожаротушения, специальный водопровод. В здании даже есть комнаты безопасности для инвалидов, которым в случае пожара будет особенно трудно покинуть здание. Здесь работает система подпора воздуха, которая препятствует распространению захода пламени в это помещение. Есть система обратной связи прямой с пожарным постом, переговорное устройство на стене, на стене аптечка, коляска для инвалидов, огнетушителя и никакой пожарной нагрузки. То есть на полу кермогранит, стены противопожарные, гореть здесь в принципе нечему. То есть помещение для того, чтобы маломобильные граждане могли дождаться именно сотрудников МЧС, которые их эвакуировали. Учебная пожарная тревога, организованная руководством «Акварели» для журналистов проводилась утром, еще до начала рабочего дня. В здании были только сотрудники. Однако, как нас заверили специалисты, и в час пик сложностей не должно возникнуть. У нас неоднократно это уже подтверждалось. И учебные эвакуации, и реальные были сработки по каким-то ЧП незначительным. Среднее время эвакуации, как показывает практика, от трех до шести минут происходит. Как организована пожарная безопасность в остальных социальных, развлекательных и прочих объектах, где бывает огромное количество людей в Волгограде, неизвестно. Первая проверка в бывшем «Диаманте» по горячим следам после трагедии в Кемерово – яркое тому доказательство. Почему в одном торговом комплексе пожарная безопасность организована на высоком уровне, в другом – явно не очень. Как так получается? Все мы живем, работаем, растим детей в одном городе. За безопасность в этих объектах отвечают такие же граждане, как мы с вами. Выходит, мы враги сами себе? На эту тему крепко призадумался известный Волгоградец, доктор экономических наук Андрей Ивашенко. Многие из нас, как он читает, даже в Бутуне, говоря уже о работе, пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности. Граждане каждый день проходят мимо явных нарушений. Просто вот вчера они проходили, а когда случился пожар, все возопили. Что там произошло, как это могло произойти. Ну неужели там, туда же ходили тоже руководители, которые знают чуть больше других граждан о пожарной безопасности. Ну я имею в виду руководители просто разных фирм, предприятий, которые общаются с МЧС, которые сдают свои собственные объекты. Они не видели, что там происходит. Всем молчат, всем все равно до того момента, пока не клюнят жареный петух. К сожалению, это такое вот, ну, повсеместное дело. Андрей Ващенко уверен, что после таких вопиющих случаев объявлением национального траура, памятными митингами и показными проверками со стороны силовиков ограничиваться нельзя. Нужно возрождать систему обучения в школах, в садах, в младших классах, начиная, и в старших классах, на предметах безопасности жизнедеятельности. То есть вот из таких мероприятий, как правильно себя вести при пожаре. И начинать здесь нужно с самого себя, со своей собственной дисциплины, к своей готовности, к том числе к чрезвычайным ситуациям, к своему поведению в этой ситуации и так далее. И если вот это, ну, как бы в обществе будет критическая масса, вот таких ответственных людей, такие вещи не будут производить. В стенах собственного института бизнеса, которым руководит Ващенко, в плане пожарной безопасности сотрудники и студенты чувствуют себя спокойно. При строительстве зданий предусмотрено максимально возможное количество дополнительных выходов. При отделке использованы в основном негорючие материалы. Полки, рамы гранитные, стены покрыты невоспоменяемой штукатуркой. Пожарная сигнализация и система оповещения работают исправно. Внимание! Здание пожар! Просто какие-либо здания через ближайшие дыры? Спустя считанные минуты к выходам вытянулись толпы студентов и сотрудников ВУЗа. Тренировка прошла успешно. Хотя Андрей Ващенко в ходе нашей беседы признался, что и в его институте пока еще достаточно несознательных работников и студентов, которых раздражает или забавит проводимые учения. Но вода камень точит, потихоньку перевоспитываем народ, говорит Андрей Ващенко. Так, быть может, каждый из нас, изнакрывшись страну лавиной горя трагедии, сделает правильные выводы и заставит задуматься о безопасности в собственном доме. На государственном уровне перемены тоже нужны, уверен член общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков. На мой взгляд, при таких ситуациях, все правительство области должно уйти в отставку вместе со всеми руководителями надзорных органов. В том числе, включая и прокуратуру, и МЧС, и всех остальных, кто за это все отвечал. Гибель и смерть этих людей на их руках. А уж по поводу владельцев и прочих, так сказать, коммерсантов, этих непонятных каких-то каникул, мне кажется, это вообще за гранью. Какие могут быть каникулы, когда дело касается жизни наших граждан? Никаких каникул не должно быть. Мы многие годы ставили в углового угла наживу, прибыль, бизнес и абсолютно забыли о людях. Вот оно к нам и вернулось. Если мы это не прекратим, эти трагедии будут повторяться. Добавить к сказанному, пожалуй, и нечего. Это была программа «Взгляд с высоты». Я прощаюсь с вами до будущей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова